По счету опыта выиграли, мы разобрали, как играть с ними. Задача была ясная, чтобы сосредними издания не набросали все, потому что они много бросали, а переднее линия у них послабее, чем наше, поэтому мы в принципе все справлялись, только в концовочке немножко. Липович начал на себя вязать, вовремя его заменили. Когда командная игра у нас идет, у нас все играют, все нормально. Поэтому по каждому игроку мы избирали, кто как играет, кто как играет. И на каждого было определенное задание, как играть с этими игроками. Ну в принципе, я говорю, мы справились. То единственное, что у нас, видите, еще травма добавилась перед выездом, еще у нас первый номер один там. Получилось, у нас мы с одним первым номером и Липовичем. Сейчас ему оно тяжеловато. У нас четыре человека травмировано, но сейчас, если они как раз рвать к этому, подойдутся все нормальным условиям, у нас будет хорошая кататься. И так наша задача была просто не проиграть. Просто мы по опыту, мы знали, что мы должны выиграть противник. Ну и по счету по 17 очков или, если бы, еще раз говорю, если бы не глухое решение наших игроков, я думаю, мы давили до трех очков, до четырех. Ну, а в принципе, ну что, пацаны, команда молодая у вас, много пацанов неопытных, которые нигде не играли, а те, кто играет, мы их разобрали. Доктор Викторович, сегодня Урал очень много бросал трех очков. Они все время бросают много. Но они были эффективны. Почему не удалось вам справиться с трех очков? Потому что мы поставили защиту такую. Вначале мы играли заступом, все время останавливали, не давали им проходить. И когда оставались же секунды, они один в один. А в один в один очень тяжело они играют. Они не в цискании это. Поэтому, в принципе, наши большие справлялись, кроме Семченко. А все остальные справлялись один в один со своими игроками. Они все бросали сопротивление. Процент, посмотрите, как. Поэтому, в принципе, вот нам это нужно было сделать. Ну и для себя, для тренировки, зарабатывали вот эту вот игру. Нам на будущее все годится. А то, что они бросают, у них другого нету, как говорится. Если они попадают, значит, они могут зацепить. Если они мажут, то тяжело им играть, нет у них. Пятых номеров, четвертых нету номеров. Вот есть у них, а передняя линия, как у них, вот один, у них получается, они все слишком уж мелкие. Тяжело играть. Анна Стасович, если сравнивать предыдущую игру, тоже на партии Дильса, существенную волю сыграло то, что сегодня все ваши легионеры были в строю. Да, не только легионеры. Мы приехали играть на кубок, мы не собирались выигрывать здесь-сюда. Нам это не нужно было абсолютно. Поэтому и молодежь приехала, там все. У нас такой задачи не было. Нам просто было поиграть. Вот на той игре два человека травму не нужно. Получили, прочим, мы вообще не подъезжали. Легали, то есть вот так вот получили. Поэтому если бы нам можно было играть, мы бы, значит, по-другому как-то строили. А мы обязаны играть на кубок. Хотя я говорю, ну не нужно, мне вот такой сейчас ситуация, такое положение, ни одной команды денег нет. Неизвестно, что будет завтра, но вы устраиваете все эти дела. Никому не нужно. Я им тоже не думаю, ну что, ну сыграли, ну куда? Ну сыграли с парой, пацаны поиграли. Ну, все, на этом дело закончилось. А одна поездка около 400 тысяч. Поэтому лучше сэкономить, на зарплату, что-то дать пару игрокам чему-то. Бессмысленно выбрасывать деньги на ветер. Вообще, я вам скажу, что ситуация серьезная в нашем в российском баскетболе. Очень серьезная. Сколько я знаю, могут команды некоторые не доиграть, а некоторые на следующий год исчезают. У нас нету помощи, понимаете, нету абсолютно тяжелого. У нас вроде мы с фургута думают, что мы там скра накрывают, нет, абсолютно нет. Абсолютно. Еще раз говорю, когда мы получим деньги, мы не знаем. Так же и с Ереминой сегодня разговаривал. Он говорит, ну раньше, в середине февраля, нам тоже не дадут. Ну и как людям играть? Очень тяжело. Сейчас у меня хоть есть какой-то кодрич, я еду к губернатору, показать результаты, и буду разговаривать, конечно. Играют, энтузиасты, в смысле, помогают. Никто не будет помогать. Пришел там, говорит, дайте вам деньги. Никто здесь деньги не дает, даже 5 копеек не дает. Только у нас, у нас в собственном, там, где-то дружья, где-то воспитанники, где-то еще. У нас вот такая система. Тяжело, ну, всем нам не довольны. Спасибо. Спасибо.